Друзья, или как говорит Александр Аллаев, коллеги, вы видите, что на экране написано 18+. Уберите детей от экрана, если услышите мат. Нас не было в эфире две недели. Как ты провел, Никита Баженов, эти две недели? Я смотрю, ты стал выглядеть намного уже, лучше и свежее. Кость, наконец-то я начинаю брать себя в руки. Хожу на тражерный почти каждый день. Транжерный ходишь? Плохо, но получается. Да, ты отмечал трехлетие Куменшоу, что у тебя со связкой слов? Слушай, пока не отмечал, мне кажется, нам нужно правда собраться, чтобы на следующий день или в идеале, чтобы два выходных на следующий день. А сейчас вообще это не получается. Хорошо, как ты эти две недели провел? Во-первых, был международный женский день. Да, давай всех поздравим. Да, пусть и с прошедшим. Дорогие дамы, сестры, мамы, тещи, дочери, кто еще? Все наши любимые женщины с 8 марта, с прошедшим. Без вас вообще никуда, с вами только вперед. Почему только вперед? Иногда... Срава влево, рассел. 18+, 18+. Ну, как-то культурно себя обогащал, ходил в кино. Нет, я... Нет, постоянно. Театр. А давайте в соушале придумаем такую историю. Будем разыгрывать билеты на концерт. Я могу их оплатить, и мы будем их разыгрывать. Давай. Наш концертный клуб, Куменшоу, да, будет пополняться новыми людьми каждый раз. В бюджете до 10 тысяч рублей вы в своем городе выбираете концерт. Если вы выигрываете какой-то у нас конкурс, выбираете концерт, на который вы хотите сходить. До 10 тысяч рублей мы вам эти билеты дарим. А мы, конечно же, здесь всегда собираемся для того, чтобы обсудить новые видосики. И Никита сегодня у нас будет модератором. Да, первое видео у нас называется «А что случилось?» Интонационно отыграть. На черно-зеленой арене занято. Может быть, непогода. Может быть, какие-то другие обстоятельства. Ну, может быть, имя соперника, которое сегодня в гостях не привлекло большое количество болельщиков на этот стадион. Но на этом стадионе мы увидим сегодня, как Краснодар играет с торпедос. Есть какие-то версии, может быть, у вас? Смотри. Будний день. Все на работе. Ты же можешь интонационно отыграть «А что случилось?» Ты можешь просто «А что случилось?» «А что случилось?» «А что случилось?» Слышь, в театр его больше не пускайте. Это Костя Перминов. Ты знаешь, да, что случилось? Вся страна уже знает, что случилось. А что случилось, Никита? Давай поразмышляем. Давай. Костя Перминов, местный, краснодарский, включается в студию перед матчем «Краснодар-Торпеда». И не может объяснить, почему столько мало народу на стадионе? Да. Вариантов несколько раз масса. Да, несколько раз он сказал «может быть». Ты больше какой версии придерживаешься? Что может быть непогода или может быть соперник? Наверное, все-таки соперник. Так как Костя мой коллега, мой тезка, про непогоду он, конечно, лишнего заболтнул. Так что в Краснодаре всегда идеальная погода? Нет, в Краснодаре хорошая погода, потому что я комментировал матч Краснодара с ЦСКА, там было плюс 16 днем, к матчу похолодало до плюс 8. Вопрос восприятия людей. Бывает, что ты зачитаешь информацию, разыгрывается автомобиль. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, надо купить билет. Пока все пойдет. Да, логично все. Прийти на матч в Санкт-Петербурге. Но для того, чтобы попасть на стадион, вам надо еще оформить фан-айди. Фан-айди, это можно расценивать как рекламу фан-айди? Конечно. Сто процентов. Автомобиль, билет, фан-айди вычленяется последней. Ты что-то две недели ждал, чтобы у нас уточнить, да? Нет, у Никиты, у Никиты. Что случилось? Вот, а что случилось-то? А что случилось-то? А что случилось? Я на Костю гнать не буду. А нет, мы на Костю вообще не гоним. Это самое смешное, что я видел про фан-айди. Реально, он классно отыграл. В этом и смысл. Смешной троллинг. Абсолютно. Что, ты считаешь про непогоду? Я считаю, да, прикольно было. Вообще, все, что ты сказал, это очень смешно. Мне тоже показалось, что забавно это все. Лучше не придумать было. То есть, как бы, когда включаешься, и когда тебе еще постоянно говорят, что надо про это как-то сказать, это было идеально. Просто я очень смеялся, и я считаю, что это очень страумно было. А на контрасте с тобой я хотел показать, что люди могут говорить смешные вещи, прикольные, и как бы не... Это то же самое, как ЦСКА. Ты видел, выпустил ролик с Мухиным. Мне очень понравилось, если честно. Очень сделано, классно. С Мухиным было супер. Вот это из той же серии. Лучше всех как-то Владимир Никитич Маслаченко вошел в эфир, когда в Лужниках на 80-тысячном стадионе ну, было, я не знаю, там, ну, как на торпедах ходило примерно, да? Он сказал, всем привет, большая спортивная арена Лужников, 80 тысяч пустых мест в ожидании матча. Мы разгоняемся, давай, ответ убил. Вот, смотри, а что случилось, и ответ убил, они, в принципе, в одной рубрике. Уверен, мы сейчас это и выяснимем. Давай смотреть. Нажимай. Вот этот боток! Подожди! Он свистнул его! Я не знаю, что это так свистит! Подожди, вы убрали его из-за фирмы, что ли? Он свистнул, он не понял. Мне больше понравился... Дерунец. Давай, говорит, на рекламу уйдем, Радьев тоже. Трезвость ума, но... Давайте так... Мне кажется, это видео уже облетело вообще все ленты новостей, его только, по-моему, на Первом канале в вечерних новостях не показали. А что случилось? Вечернем шоу у Дениса Казанского. Вечернем шоу у Дениса Казанского на футболе с Денисом Казанским по воскресеньям в 23.30 после сериала «Контейнер». Что случилось? После сериала «Контейнер»? Подожди, ты... У тебя сейчас флэшбэк, что ли? А что случилось? А что случилось? Это была первая рубрика. Сказал Лапочкин. Собрались ребята из Санкт-Петербурга. Влад, Аршавин, Лапочкин и динамовский болельщик Дмитрий Дюрунец, который все это модерировал. Ну и было прямое включение. Он сказал по моменту с Мешковым, что он свистнул... А потом подумал. Но сам не понял, когда свистнул. И я не знаю, правда это или нет, якобы просмотр ВАР был специально для того, чтобы на ВАР убедились, что он свистнул до удара. А не саму оценку эпизода там фол, не фол. То есть он свистнул и не понял, когда. Это было в момент удара Соболевой. Это называется, наверное, человеческий фактор. Знаешь, просто пентеум у него закипел момент. Понятно. Но чем хорош Андрей Сергеевич, ему без разницы, в какой он студии сидит, вот у него искренние эмоции. И не каждый эксперт, который приходит, вот может позволить себе вот так отреагировать и вот так засмеяться. У меня истерика была, я когда увидел, когда шауэр жрут. У меня просто семья до сих пор. Но я понял, что он сразу лоханулся. Никто не обсуждал, потому что все четко понимали, что человек ошибся. Просто, знаешь, тупо просто идешь и протупил. Ну вот здесь так и случилось. Тупо идешь и протупил. Никита на встрече с Полом Эшфортом. Тупо просто взял, протупил. А как ты это еще объяснишь? Вот как ты это объяснишь? Ну, поторопился, не знаю, испугался. Ты представь, в момент передачи промеса Мешков наклонился. Он поднимает голову, видит, несется, значит, Мартинс, здесь вратарь, здесь защитник, и такой пируэт пошел. Костя, потому что у них есть определенные правила, когда они должны до конца хотя бы им секунд 5-6-7 посмотреть, что случилось. Нормально, кульбит, у нас футбол, мы кульбиты, все падают. Вернемся к... Как это можно говорить? Ржач Андрея Аршавина? Да. Помнишь, был видос, когда его везде тоже публиковали, где он смеялся? Эволюция смеха Андрея Аршавина. И вот сейчас вот этот новый смех. Помнишь, я тебе говорил как-то в одном из эфиров, что я не люблю, когда сам смеюсь? Да, и? Нет, вот это видео, я бы хотел, чтобы у меня был такой смех. Ну, у тебя даже лучше, не переживай. Нет, у меня смеясь. Вот так. Надо у Андрея Сергеевича спросить... Он просто не стеснялся и ржет просто над всем. Поэтому ты делай, и рано или поздно ты придешь к этому смеху. Когда ты последний... Видишь? Видишь? Когда ты последний раз так смеялся? Хотя вот только что. Вот смеялся. Да у тебя сейчас хорошо было. Последний раз, когда я его увидел первый раз, у меня просто тоже истерика была. Следующее, третье видео, наши еще норм. Какой язык? Какой язык? Португальский, наверное. Да, молодец. А команды? Тумбенце ретро. Это бразильский, да, чемпионат? Это бразильский чемпионат, но язык португальский, да. Смотри, какие здоровые, ребят. Смотри, какие колоритные. У одного, значит, на голове. Что происходит? Смотрите повтор. Сейчас. Я буду защищать сегодня наших судей. Да, вратарь. А почему вратарь, смотри, в желтой майке, в сидих трусах, в желтые гидры ходить? Нам нужно повтор. Посмотри, потому что мы что-то упустили. Вы точно что-то упустили? Да. Вы удивитесь сейчас. Да, внимание на экран. А, свой же свалил. Чистый пенальти. Да. Ну, чистая точка. Ну, свой же свалил. Ну, чистый пенальти. А какая разница? Да, нормально. Ну, то же самое, как Мешков. Ну, поплыл немножко, поторопился. Вара же нет, наверное, у этого. Ну, видишь, там трое своих вообще сошлись. Но вара нет. Да, это же какая лига? Сошлись трое своих, он назначил пенальти в ворота другую команду. Да. По-моему, отлично. Нормально. Ну, смотри, удар был по ноге? Да. Полой, удар был по ноге? Два человека из... Слушай, ну... Ты мне скажи, удар был по ноге? Был. Вот, пенальти. Мне нравится, когда он в Партакове судится. Мне нравится, когда мы серьезно об этом разговариваем. Это два человека за одной командой. Это два человека. Я вижу, блядь. Может быть, он... Ну, вот он увидел просто в динамике. Тоже поторопился, свистнул. Вот эту позу занял. Показал. А вара нет. Слушай, это еще не самый вопиющий момент. Да. У нас был случай, мы однажды играли, и команда начала танцевать просто. Мы охерели, я тебе говорю. Им засчитали два очка. Пошел в жопу. Оставь это, пожалуйста. Это косяк. Но это не ошибка. Ну, такая глобальная, потому что, ну, он просто поторопился. Он знаешь как? Он виноват и не виноват. Он свистнул, он сам не понял, когда он свистнул. Ничего страшного. Да? Скажи это ребятам, кто проиграл. В синей форме. Да. Видос, когда Маскалев и Казарцев читают негативные комментарии о себе. Нет. РФС выпустил. Я видел. Вообще круто. Да. Ну, молодцы. Они, конечно, самые иронии. Они все очень... Казарцев вообще классно. Да. Грамотно. Грамотно очень все это разложили. Ну, во-первых, грамотно смонтировали. Надо признать, что все это выглядит, ну, так, в виде фана. Мне очень нравится, как Андрей Сергеевич в студиях сейчас, ну, так потихонечку прибивает Василия Казарцева и говорит, ну, Вася Казарцев, я ему сколько раз говорил, ну, сиди, не дергайся, ну, что ты там, вмешиваешься в игру. Вот. Если бы был ВАР, то, конечно, бы отменили. Да? Представляем, ворота Спартака такой. Или Спартак такой получает пенальти. Сам, чтобы пробить. Да, вообще легко. Я думаю, в следующем туре будет. После ошибки Мешкова? Ваш выпуск, да. Бедный факел. Надо грузить квартиру на... Не надо. Маш, не переживай, нам будет где жить. Number four. Особенное спокойствие. Что такое особенное спокойствие? Давай смотреть? Давай. Давай, так. А, тут гол забили в ворота Ювентуса, да? На Уренье смотрю. Ну, правильно. Игра не закончена. Что значит, игра не закончена? Это они забили гол в ворота Ювентуса. Шикарный удар. Ну, ты посмотри на Мауриню. У него вообще ни один мускул не дроган. Пачок, который оставил в зубах. Мне кажется, если бы Мауриню этот колпачок выставил на аукцион, но если бы выставил на аукцион, и эти деньги пошли бы на благотворительность, его бы точно какой-то фанатик-коллекционер купил бы. Мне не нравится, когда истерят, справа-влево бегают. Мне не очень нравится. Мне нравится, когда он принял там какое-то решение. А, то есть тебе моя позиция, когда я был тренером, или таким полутренером, не близка? То есть, конечно, ты можешь радоваться. Я не говорю то, что он должен сидеть и ничего не делать, потому что у него там в голове какие-то мысли свои про стратегию. Нет. Вот когда органично. Знаешь, когда ты понимаешь, что человек просто органичен. В моменте он понимает, что здесь он решает проблемы, там свои вопросы, и там забивает гол ему или им. Он ничего, он понимает, что нужно в моменте это делать. Когда ты станешь тренером, как я про себя думаю, может же все измениться. Ходишь на эту бровку, наверное, ты все-таки больше это прочувствовал. Ты можешь истерить. Конечно, это не вопрос истерики, вопрос твоего переживания в данный конкретный момент. Ты действительно можешь стоять, как Мауриня с колпачком в зубах, вообще не отреагировав на голову ворота Ювенца. Он же разный бывает. Но ты когда говоришь о последовательности, нет никакой здесь последовательности. И органичность, это важно. То есть бывает, просто, мне кажется, переигрывают люди. Я считал, что абсолютно нормально и органично это выглядит. Что Ваноли, когда они там с девятого или с десятого на девятое место поднялись, они обыграли крылья, Ваноли побежал со всеми радоваться. Мне все доказывали, да это показуха, да это вообще никому не надо. Это, наоборот, только вызывает отторжение у болельщиков. Ты рассказываешь про последовательность, а потом Ваноли стоит. Ты прав, смотри. Во-первых, мне нравится история про органичность. Мне не нравится, когда радуются, знаешь, вбегают в зону другой команды и показательно радуются именно, посмотрите, вот мы вам забили. Мне кажется, что это не очень хорошо. А, нет, нет, с Гончаренко. С Гончаренко было. Ну, помнишь, да? Да, я понимаю, что здесь, когда две команды противоборствующие и не очень себя друг друга любят. Но мне кажется, вот это вбегание в чужую зону, это какая-то провокация определенная. Никита, пожалуйста, молю тебя, ты работал с самым последовательным тренером планеты Земля, с обладателем всех возможных премий и чемпионств, Станиславом Соловичем Черчесовым. Расскажи про него что-нибудь, про его последовательность, про то, чего мы можем не знать. По-моему, вообще спокойный всегда был. Как удав. Потрясающая история от Никиты Баженова. Просто браво. Станислав Солович, мы как договаривались. Есть такой, был футболист Саш Прудников. Играли в квадрате, и он мячом у меня попал в палец, и он у меня вот так вот сломался. То есть вылетел сустав. А у меня кольцо здесь было. Начинает палец надуваться. Ты тренировался в кольце? Да. А здесь что такого? С кольцом и с кольцом. Ну, смотри, сейчас у тебя болт на руке, ты с ним тренируешься? Ни разу в жизни мне больше по пальцу так не попадали. И, соответственно, палец опухал, мне не получалось снимать, и он у меня, в общем, навсегда остался. Ну как, и это было на сборах. У нас игра тренировочная, я не помню с кем. Меня Станислав Солович вызывает, там, через 15 минут до конца, говорит, выходи. Ну, я выхожу, как обычно, там, что-то судья наш. Я не помню, какой судья, говорит, руки покажи, я его ручки снимаю. Он говорит, кольцо снимай. Я говорю, брат, не могу снять. Мне сломали палец, надулось, а разрезать жалко ему. Я хочу, чтобы он чуть сдулся, и мы тогда снимем. Я тебя, говорит, не выпущу. Ну, я перчатки надену. Он говорит, ну, я же знаю, что у тебя там кольцо. Я говорю, ты дурак, мы играем здесь, у нас товарищеский матч, 10 минут осталось. И Соламыч на меня смотрит, говорит, ну, что ты? Я говорю, Соламыч, тут такое дело, меня не выпускает. Он говорит, в чем, бля, дело? Я говорю, ну, вот у меня кольцо, у меня, соответственно, кольцо. Он говорит, ну, сними. Я говорю, да я не могу снять, у меня, вы знаете, мне, когда палец ломали, а не снимается. Он говорит, типа, блядь, вы что, выпустить его не можете? В итоге меня не выпустили. Я говорю, иди отсюда. Я говорю, блядь, а я варежки надену. Можно я варежки, прям, чего холодно было? Он говорит, нет. Такие у нас принципиальные судьи, а ты, говоришь, вар. Мне кажется, Никит, ты голба... Не профессионально? Ящер. Почему? Ну, как можно тренироваться с кольцом? Так, песня про Иуду. Про тебя написали песню? Давай послушаем. Про меня написали песню? И Сатурна в той? Да. Про меня написали песню? Давай, это же интересно. Да, номер шесть. А, ну, это Володька, да? Да, это наш. А он подпевает, я знаю. Спасибо, говорит. Но это обратная сторона, как бы, знаменитости, да, популярности. Да, то есть, круто, что они до него там... Не избили. Ну, да, то есть, не приставали. Там, понятно, что камеры, понятно, что это заведение в центре Ульяновска, где куча камер видеонаблюдения. Ну, просто спели и спели. И тоже такой центр внимания. Любопытно, что у Володи прям место по центру. Как я слышал, Володя сам специально туда пришел и по центру сел. От этого он заряжается, его это все, мне кажется, в какой-то степени, в нормальном смысле, забавляет. И он питается еще этой энергетикой определенной. И когда он играл, он как раз выдавал вот этот весь негатив. Он как-то здесь аккумулировал, да, и потом выдавал, причем и давал результаты там и там. Ну, очень похоже. Чем-то похоже. И кто-то объединяет, да? Петербург. Газпром-арена. Какой-то матч, не помню, ну, короче говоря, Зенит с кем-то играет. Была студия, там была девушка-гример. И получается так, что после матча я выхожу, не знаю, как со стадиона выбраться, выхожу и иду к выходу, где заезжают машины пешком. Так, параллельно, перпендикулярно, выходит эта девушка-гример и говорит, не знаете, где здесь такси? Я говорю, ну, вы местная. Я не знаю. Она говорит, ну, наверное, там, откуда машина заезжает. Я говорю, наверное, я тоже пошел такси. И мы идем с ней вместе, а там, как, получается, забор, за забором набережная, и на этой набережной стоят фанаты Зенита, когда еще фанаты ходили. Там что-то распеваются, кричат, радуются. И такой крик. Предупреждаем о мате. Костя Генич! Я так, знаешь, поворачиваюсь рукой. Она, да. Будет ужасно. Она, она, да, да. Она говорит, вам, наверное, приятно. И такой, пошел на! Я говорю, прикольная, да. Прикольная популярность, да. Это, знаешь, вот тоже можно провести параллель с Дюбой. Он тоже где-то прав. Когда ему после локомотива говорят, что вот вам кричали с трибуны, вы все это слышали, он сказал, вы не на том концентрируетесь. Кто-то кричал плохое, но были люди, которые кричали хорошее. То есть ты хорошего не слышишь, а плохое замечаешь. Это вот мне тоже часто. И психолог говорил, что концентрация на негативе, она у тебя выше, чем на позитиве. Ты немножечко измени сам себя, и тогда все будет нормально. Минутка умных мыслей от Константина. Да, и когда читаешь комментарии, конечно, там тебя похвалили, спасибо, молодец, и думаешь, ну здорово. И все, и бросай, и больше не читай. А потом, когда какое-то говнецо ты читаешь, тебе тут же хочется как-то ввязаться в эту словесную перепалку, там кому-то что-то доказать. Но ты понимаешь, что в интернете никому ничего, особенно в комментариях, не докажешь. То есть действительно, когда футбольные болельщики летят вместе с тобой, или ты вместе с ними, они тебя узнают, и там не аплодируют, но там приветствуют. Привет, да. Мы смотрим теперь дальше, разумеется, ВК-клипы. Друзья, не забываем. И начинаем с классики. Классико Романтик Коллекшн. Помнишь, как в фильме... Чё смотришь? Футбол. А кто играет? Ну, Реал, Барселона. А можно с тобой посмотреть? Клб. А мы за кого? Ну, за Реал, я же вижу, за Реал. А это в белых или в красных шортиках? В белых. А почему у одного чёрные шортики? Это вратарь. Ну, не пропускай-то. Ну, вот здесь. Реал, Барселона. Чё смотришься, нам забили. Судя, ну серьёзно, ну чё ты, ты слепой, судя. Слепой же, совсем. Судя нам мыло. А какой шорт? Давай один сейчас проигрываем. А все побеждают. А чё такой штрафной? А у кого больше штрафной? А почему мне их состав не заменяют только по одному человеку? А сколько вообще футболисты получают? Ну, обычно миллионы. А ты чё, ещё не в футболе тогда? А? Давай, занимайся. Да ну его этот футбол, да, лучше делом займусь, да. Не, ну это хорошо. Отметил бы актёрскую роль и правильную подачу от девушки. Девушка, да. Да, девушка очень круто. Когда вот так один на один ты смотрел с девушкой футбол? Никогда. Но я не помню. Последняя Эль Классику, которая была, ты сидел в баре с Радимовым. Да. Но это не считается, да? У нас всё равно там много было. Не знаю, что такое угловой штрафной. Не, он пару раз спрашивал. Приглашаешь девушку, например, в бар. Вместе посмотреть футбол. Там огонь, шарф. Я ни разу так не делал. Здравствуйте. Попейте. Спасибо. Костя, представь, пожалуйста, нашего нового ассистента. Устроил её на работу. Можешь передать привет? Сама, я в телеке. Пошла, да, по папинам стопам. Скажи, пожалуйста, вот молодой человек у тебя есть? Сколько тебе, я забыл? Нет. Двенадцать. Тринадцать. Ой, тринадцать будет. Хорошо. У тебя в компании ребята любят футбол? Да. Вот если парень пригласит тебя вместе посмотреть футбол, что ты о нём подумаешь? Это странно же. Это странно? То есть вместо кино или где-нибудь там посидеть, погулять в парке, он пригласит тебя вместе посмотреть футбол. Как ты отреагируешь? Ну, я же футбол не смотрю. А почему ты не смотришь футбол? Тебе неинтересна папина работа? Мне очень интересно. Я что сейчас? А, поэтому ты здесь. Какой аккаунт? Куда подписываться? Да, куда подписываться? Расскажи. Сейчас люди ломанутся. Спасибо. Спасибо за водичку. Пожалуйста. Вот замечательно. Пишите. Мария Евгеньевич, пожалуйста. Мне кажется, это странно. Приглашать девушку, особенно на первое свидание. Пошли посмотрим футбол. А мне кажется, наоборот, круто. По мне очень странно. У меня в первом свидании с девушкой на футболе. Локомотив Урал. Я сидел вечером. Она фанат локомотива. Вообще, она первый раз в жизни. Я просто такой думаю, а мы с ней общались уже так нормально. Я такой думаю, пройдёт она проверку или нет? Вот я, допустим, позову её на футбол. А это полный кримик. Это март, это холодно. И я такой просто, а пошли на футбол? Она такая, а пойдём. Я такой, да ладно. Я ещё специально опоздал. Думал, может быть, ну как-то она уйдёт. Сама нет. Нет, она осталась. Она дождалась меня. И мы пошли на футбол. И после этого... Шесть лет жизни. А, да? Мы с ней были. Она потрясающая. Футбол объединяет. Ты знаешь, когда я влюбился в свою супругу? Ну, влюбился сразу. Но я понял, что вот прямо... Она моя, да. Да, мой человек. Когда она работала на радио, я ей говорил, что мы там собирались встретиться. Я говорю, я не могу, у меня турнир. Я играю там за нашу команду Матч ТВ. У нас турнир в Черкизово. И вот, ну, к сожалению, я не могу. И как ты думаешь? Приехала. Она взяла, приехала, да. И просидела весь турнир со мной. Потом были еще матчи. Она приезжала на матчи и сидела, смотрела. Лиз, правильно? Когда я ушла с тобой весь стадион в чемпионате мира, ты почувствовал, что он твой человек? Да. Футбол и женщины, это круто. Здесь это все смонтировано и подснято замечательно. Да, я очень прошу, пацаны, пожалуйста, напишите свои классные истории о том, как вы девчонок вовлекаете в футбол, как они к этому относятся. Потому что по-любому, у любого любителя футбола есть история про девушку, про женщину, про жену, не знаю, про кого-то, с кем они проводят время. И как они ходили на футбол, смотрели футбол, еще что-то, пожалуйста, напишите. А мы какой-то приз учредим по этому поводу. А мы что-то придумаем в плане конкурса. Мы обязательно это сделаем. Мне кажется, вот если подарить девушке билет на футбол, то это круто. Наши коллеги, наши друзья в ВК-клипах, теперь каждый блогер, как вы понимаете, может придумать хэштег и общую тему клипов, для того, чтобы попасть во вкладку «Тренды» на площадке ВК-клипы. И первый спортивный тренд как раз от меня. Так что снимайте клип на эту тему и попадайте в «Тренды» в ВК-клипах. Всем привет! Я Константин Генич, комментатор, ведущий коммен-шоу «Голос Фифа», профессиональный футболист и президент футбольного клуба «Матч ТВ». Многие меня узнают по голосу, но немногие помнят, что я до сих пор являюсь лучшим бомбардиром футбольного клуба «Химки» в Кубке России. Да, еще я успел поиграть в «Амкаре», «Израильском Макаби Ахе» и других клубах. После 2006 года меня занесло в спортивную журналистику. Ну а дальше вы сами знаете. Пармад Рич! Голосы! Нормальный клип. Спасибо, да, спасибо за хороший клип. В тренде. Но на самом деле я никогда не пересматриваю матчи. Не переслушиваю. Ни разу? Нет. Работу над ошибками надо делать, потому что бывают моменты, когда мне интересна именно концовка по «взять у ворот». Я даже вот коммент-шоу не пересматриваю, коммент-соушал. В прошлый раз, кстати, только посмотрел, потому что ребята сказали, что был отличный выпуск. А мне казалось, что ты смотришь. А так я, знаешь, все делаю, такое ощущение, что я похож на самовлюбленного павлина. Лиза! Смотри, Лиза жрала. Она, слышал? Я сказал, самовлюбленный. Да. Нет, все равно мы все чуть-чуть самовлюбленные. Это нормально. То есть люди, кто на камеру, работают и на постоянной основе. Нет, конечно. Когда ты, например, женишься, вот ты готовишься, условно, к свадьбе, или у тебя какой-нибудь юбилей, или ты собираешься на какое-то мероприятие. Ты же вот напяливаешь костюмчик, там, галстук, я не знаю, или ты... Ну, голубь как бы не очень, да. И ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, ну, ничего. И у тебя вот чуть-чуть самовлюбленности, оно, конечно, присутствует. Помнишь момент, когда Данила просыпается у Салтыковой дома? А у нее все время в телевизоре ее клипы. Он говорит, а ты все время себя слушаешь? А тебе что-то не нравится? Давай, вставай, иди отсюда. Я не знаю, там, к Стасу Михайлову, а у него, да, а у него все время без тебя, без тебя. Нет, я согласен, странно. Мне кажется, неплохой был бы вопрос. Кого вы считаете самым самовлюбленным, нарциссистичным? И у кого точно на заставке стояла его фотография? Комин-шоу. Комин-шоу, да. Бля, какой зря ты это начал. Второго. Второго, да. Меня не называть. Смотрите, у вас сколько, какой выбор. Так, ну правда, кто мог бы? Я Нобель, Гудсайд Козя, Леха Хрущев, Шнякин, Елагин, Алхазик, Слуцкий, Бажен, Ниценко, Даша Исаева, Ниценко. Вот кто из них самый самовлюбленный, на ваш взгляд? Меня не называть. Да почему второго не называть? Почему все считают, что я самовлюбленный? Блин. Да и врут все. Я добрый. Я знаю, что меня любите, но почему вы считаете, что я сам от себя прусь? Я слишком ведусь легко на провокации. Да это правда, и мы. Но я уверен, что в комментариях люди напишут. Если мы сделаем такой опрос, проголосуйте, пожалуйста. Все, погнали. Едем дальше. У нас следующее видео под номером 9. Это Нобелита с Козей пели песню «Ты погасила свечи». А, ну давай послушаем, как они поют. Я это ведь... А, нет. Совсем? Мы будем играть. Самовлюбленный сказал. Да блин, мне не хватит легких. То есть? Я думаю, что свет включился, там Куменшоу зажглось. Понятное дело сейчас поставят. У меня, во-первых, не хватит легких. Помнишь? Хватит оправдаться, просто поиграемся. На диспансеризацию ни хера себе он дунул. Да, там на диспансеризацию мы все время делали. На диспансеризацию надо было... Мы поставили на видео с Бобом Марли, с Нубдогом. И Костя. Это хорошо пошло. Ничего себе. А, они же должны еще все и потухнуть. Ну как так? А, первая загорелась. Блин, это что за канал? Отпишитесь от него, а? Отпишитесь, я прошу. Это скандинавы какие-то сидят в деревянном домике. Блядь, рыболовы, им делать нечего. Из пробки в пробку по Москве перебираюсь, чтобы сюда приехать. Не для того, чтобы задувать свечи. Это... Кость, мы помним, что счет в твою пользу. Сколько челленджей было, у Никиты получилось выиграть только в одном. Мне очень понравилось, что люди писали в комментариях, что вы не знаете, что Аррейра это певица. Я очень азартный. Почему я все время с «я» начинаю? Потому что люди реально подумают, что да, я самовлюбленный. Блин, там же. Блядь! Блядь! Артист, пожалуйста! Блин, это хорошо, видишь? Все, отлично. Вот это связка. Мы продолжаем наш эфир. Мы спелись, сдулись с Никитой. Посмотрите. Сдулись с Никитой. Причем сдулись можно по-разному интерпретировать. Сдулись по карьере, сдулись в матче, или сдулись вот так пытаясь погасить свечи. Я так в жизни никогда не сдувался. Обычно по карьере или в матче. Да. Видео под номером 10. Причем оно отмечено особенно. Потому что это два маэстро. А кто? Казанский и Елагин. А, это да. Смотрим. А где Казанский, а где Елагин? Ну, Казанский, вон, это Гарри Невил. А Елагин, ему все равно. Тут можно подставить любой матч с участием Манчестера, когда он проигрывает. И, да, и Елагин, Елагин, неважно кто. Это может быть Ноттингем, это Фуллэм, Аснал или кто-то еще. Следующее видео называется «Вас заметили». У меня до сих пор голова кружится. Ого! Я же говорил, что у кого хороший легкий. Блин, футбол, конечно, объединяет людей. Я только это увидел. А ты про легкие. Просто это еще не вошло в эфир. А можно еще раз посмотреть? Не вошло в эфир. Какая рука. Видел? Да. Блин, он седой. Вот так представляешь, ты идешь на футбол с любовницей. Так. Да? Представляешь. Якобы затерялся в толпе. Якобы. В секторе болельщиков. Вот что-то тебя ударило. Какой-то порыв. Тебе хочется ее поцеловать. Ждешь гола. Не, обязательно гола. Нет. Просто ты же ее целуешь, а ты же не знаешь, что там происходит. А то гол забивает. И, конечно, трибуну покажет. Опа, отстава, иди сюда. Мне наоборот кажется, чтоб тебя вообще не вычислили, ты ждешь гола. Все, все внимание зрителей, болельщиков на гол, на тех людей, кто забил. И ты в этот момент чики-пики. И все, кроме нас, мы увидели. Я просто представил. Когда ты последний раз сосался на футболе, Никита? Сосался на футболе? Вот так вот? Никогда бы. Ну, когда гол рукой забил. А, когда рукой постоянно. Тогда постоянно. Сосался на футболе. Меня тоже пугают вот эти. Когда вы сосались на футболе? Напишите в комментариях, пожалуйста. Ну, красиво. Молодцы. Это же бразильский чемпионат. Да, в Бразилии все. Да, в Бразилии все возможно. Красиво встретили. У нас такие замечательные. Да, сегодня название. Да, просто потрясающее название. Красиво встретили. Памо, Йорди! Памо, Брэки! 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 Уроды вообще. Я не видел это. Это творчество. Это искусство. Это очень хорошо. Я вот вообще тащусь от людей, которые вот так могут реагировать красиво. Находчиво. Да, находчиво. Я не знаю, ты видел интервью Шняки тут недавно? Когда он рассказывал, потравил Георгия Черданцева. Нет, что он написал. Была история, когда мы играли матч с командой артистов, с которой Георгий Владимирович тренируется время от времени. И он, соответственно, приехал, играл за нас, Черданцев, за матч ТВ. и рассказывал, вот это там слева у них хорошее, вот там нам надо держать правую ногу, вот этот в серединке такой медленный. И Шнякин ему сказал, говорит, это, по-моему, первый матч за последнее время, к которому ты подготовился. Блядь. Ну, хорошо было. Тут у меня недавно была история, без имен, мне пишет продюсер, можете подойти к баннеру, ответить там на несколько вопросов после эфира программы после Футбола с Георгием Черданцевым. Я говорю, да, да, конечно. Я прихожу, стоит оператор, приходит молоденькая девушка, она, видимо, работает в департаменте новостей и сверху пришла. И она говорит, у меня для вас тут несколько вопросов, мне их записали. Ваше мнение по матчу Милан-Тоттенхэм, Краснодар не выигрывает там 15 лет, ничего, почему и по каким причинам. И анонс к матчу Лацо-А3. Чего? Я говорю, чего? Она говорит, ну вот, типа, ваше мнение по матчу Лацо-А3. Я говорю, нет такой команды, есть команда АЗ. Ну да, попросили ее заменить, так бывает. Да. ЦСКА-Би-Би-Си. Да, Смоленский ЦСКА-Би-Би-Си встречался с Уралочкой. Человек, видя то, что видит написано на бумаге или написано где-то там сообщение, не всегда может понять, о чем. Да. И я прекрасно это понимаю. О чем речь. Следующее видео. Гальтье поплыл. Давай покажем, кто такой. Да. Перед тем, как мы посмотрим видео про Гальтье, вот скажите, на кого похож Кристоф Гальтье? Знаешь, на следствие вели. Леонид Каневский. Леонид Каневский. Ну что-то есть такое. Мне кажется, в профиль, если смотреть на Гальтье, то что-то вот такое Ричарда Гировская у него имеется. Я комментировал онлайн. Париж играл, соответственно, с Баварией. Услышал Шнякин. Конечно, не согласился. Конечно. И сразу же в Телеграме у себя написал, что прости господи, по мнению Кости, Гальтье похож на Ричарда Гира, а на мой взгляд, он чем-то похож на Тара Кушанашвили. Так, смотрим видео. Гальтье поплыл. А... Да ладно. Да-да-да-да. Но мне кажется, это нормально. Ну, Валерий Георгиевич так, по-моему, рубился. Помнишь Сергей Юран? Я насколько же старый. Александр Ширко в Ярославле. В Ярославле. Вот так вот после матча он играл за шинник. Кто-то ему что-то с трибуны кричал. Он через там перила перескочил и пошел на трибуну и пошел разбираться с болельщиком. Бывает эмоции. У меня, знаешь, была история в Израиле. Проиграли какой-то важный матч. То есть, это город, Ахинацер, эта команда называлась Макаби Ахинацерт. Тренер был местный. Его все знали. И, соответственно, максимально была сокращенная дистанция между тренером и болельщиками. А все болельщики это там чьи-то родственники. Не сказать, чтобы много болельщиков приходило. Ну, и вот проиграли какой-то супер важный матч. Перед тем, как попасть в раздевалки, ворота, куда проходили футболисты, дальше ворота закрывались. И, соответственно, там до них уже добраться было тяжело. И перед этими воротами болельщики после этого поражения собираются и кричат, вызывая тренера. По-моему, Аби его звали. Аби, Аби, Аби. И он из раздевалки спокойненько пошел, открыл ворота, вышел к ним, и они его отмудохли. Следующее. Ноу-лук. Что такое ноу-лук? Вообще мы отказываемся от английских слов, английских терминов. Парал же, да. Да, а у нас ноу-лук. Когда мы вернемся к нашей рубрике. Давай. Давай. Готовься! Три в один куб? Ты понимаешь, к чему это? Скоро нас заставят просто играться в игры здесь. Подожди. А, от стенки надо? Да. А ты не видишь? А, там что? А, и надо все пять стаканов? Выскочил. Шесть стаканов елочкой. А, еще, видишь, там, отмечается сверху. А это футбики или кто это? Только не говорите, пожалуйста, что мы пойдем. Скандинавы, как говорит Владимир Быстров. Эти скандинавы. Волнуешься? Нервничать, у тебя рука сейчас дрогнет. Два. Погнали! Ой, блин, я в голову себе. Да! Блин. Так, сильней. Есть! Блин, вылетел! Вылетел! Так нельзя! Вылетел! Есть! Да, сука, у меня вылетает! Так и у меня. Тащи. Два. А есть эти? Опа! Вот! Да. Да еб ты! Это несправедливо! Да. Иди в жопу! Да, блядь! Сука! Сука! Не смеши. Сука! Не смеши меня. Да, блин! Косой! Есть! Тащи. Блин. Да еб ты! Все как есть! Да! Пошли вы в жопу с своим Никитой. Да что ж ты! Порадуйся! Да, блин! Все? Да. Треть! Назови всех! Я сейчас назову, блядь, всех, кто болел против меня. Всех, кто болел против меня. Вы знаете, кто? Да. И я, кстати, буду писать нашему руководству, что... Ты же не жалуешься? Конечно! Блин, ну-ка, мне неприятно играть на выезде. Бельгия. Галкибер. Реал Мадрид. Куртуа. А, ну мы начинаем, да? Не-не-не, просто, да. Можешь найти. Куртник. Марокко. Хакими. А, нет, Балкибер. Буну! Буну! Ессин Буну. Гад. А что, мы сейчас будем Бартарей только называть? Чего? Он их неправильно называет. Италия. А. Стайкер. Ливерпул. И Мобилер. Мобилер. А почему Ливерпуль? А почему Ливерпуль-то? Мобилер. Франция. А, Бензима! Нет, Лейпциг. Нкунко! 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 Франция! Франция. Франция. Венисиус. Эрмапупу. Эрмапупу. А, Эдермилитау. ЦБ, блин, это центральный защитник же. Эдермапупу. А, кстати, прикольная история. Да? Сейчас делаем следующий раз, да? Вот так угадывать? Да, угадывать. А мы пока не сделали так? В следующий раз делаем. Мы можем в следующий выпуск пике открыть, также паки. А, паки? А это паки, да, открываются? Да, да, да. А это прям такая? У тебя есть команда своя, которую ты собираешь, да, и которую у тебя... Блин, а мне написали из Electronic Arts, больше не будет озвучки. Минута молчания по озвучке в Electronic Arts. Ну, кстати, вот такие открытия паков, я не знаю, многие, да, дети этим, ну, как подростки этим занимаются, ну, прикольно. Прикольно. Интересно, да? Эдермапупу. Вот если его так в эфире назвать, Эдермапупу. О, прилетит. Да, прилетит, да? Ну, забавно же. Ауф. Ауф. Ты знаешь, кто кричал ауф? Какие-то рэперы. Какие рэперы? Ты, как работник Спартака, должен знать, что Самуэль Жиго. Ауф. Ауф, ауф, ауф. 20-й и 23-й год. Да. Я прям помню, как он кричал, да. Да. А, это сейчас будет сравнение, что в 23-м вообще болельщиков нет. Ауф, 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 ауф. Кстати, что случилось? Есть какие-то версии, может быть? Ну, наверное, да, просто на соперника не пришли, и не погода, холодно. Холодно было. Холодно было. Я приходил очень холодно. Холодная жесть. А тебе не нравится, когда... С болельщиками заигрывать? Да нет. В хорошем понимании. Когда к тебе обращается брат. Нет. Вообще не нравится. Когда ко мне обращается брат, особенно тех, кто человек, кого я не знаю, мне вообще режут уши. Я почему спросил? Это нормальный эффект. Да, потому что, ну, просто обращаться к тебе уже Никита. Нет, давай дальше так же и продолжим. Нет, ну, почему? Ника, брат. От тебя не режет, потому что мы друг друга знаем, там, плюс-минус уже у нас какие-то... А бро? Ну, пойдет. Ну, тоже хрень какая-то. Давай сократим брр. Давай брр. Вообще сократил. Никита, брр. А тебе нравится? Ну, меня так никто, в принципе, не называет. Видишь, я как бы не близок к людям, меня мало кто называет брат и бро. Потому что я уверен, что в голосовании я сейчас занимаю первое место по самовлюбленности. Нет, после Шнякин ты второй. Я в тройке. Брат. Не самый лучший выпуск сегодня Коммент Соушал. Сегодня ты мне подарил эмоции негативные. Отрицательные. А они тоже эмоции. Да, потому что не мог ли ты бросать в стену есть тема менее точно? Ты охренел вообще. Ты охренел. Хоть куда-то я попадаю. Это сегодня Никита. Я вот слева. Блин, нет, это как раз да. Вот такой степень. Это я смотрю Соушал. Где он проигрывает? Ну почему нет? Это Соушал, брат. Друзья, подписываемся, ставим лайк, пишем комментарии, участвуем во всех наших конкурсах. Ну и надо предложить какую-то идею людям, чтобы они сходили на концерт. Вот то, что я обещал в самом начале. Матч Зенит ЦСКА в ближайшем туре чемпионата России. Кто первый напишет правильный счет, тот выиграет. Два билета, да. Тому два билета на любой концерт. Депозите до 10 тысяч рублей в вашем городе, куда бы вы не хотели сходить. Мы вам все купим, отправим. И 10 тысяч рублей, друзья, вы можете получить при регистрации в приложении Винлайн. Если вы новый пользователь, заходите в гаджет, скачиваете приложение Винлайн, до 10 тысяч рублей получаете фрибет, ставите, выигрываете, обналичиваете и поехали. На концерт. И на концерт. Если те, кто не выиграли, благодаря нашему конкурсу. В общем, Зенит ЦСКА ставьте. Соответственно, пишите свой прогноз. Кто угадает, тот выиграет. Мы с вами свяжемся. Спасибо, бро. Да, всем спасибо. Спасибо за конкурсы. Спасибо за что-то. Накидайте кости, пожалуйста. Лайков, колокольчиков и больших улыбок. Накидайте какашек. Все. И какашек. Это Social Brat. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok